Заводимся. 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 Иисус отвечал ему, я говорил явно ему, я всегда учил в синагоге, в храме, где всегда иудеи сходятся и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь у меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, так отвечаешь ты первосвященнику. Иисус отвечал ему, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Толкование. Первосвященник спрашивает Иисуса об учениках. Может быть так, где они, кто они, с какой целью он собрал их и какое у него намерение. Он хотел обличить его как нововодителя какого-нибудь или возмутителя. Спрашивает и об учении, в чем оно заключается. Не разнится ли от закона, не противно ли Моисею, дабы и в учении найти повод убить его, как богопротивника. Что же Господь? Он отвечает на подозрение его. Я, говорит, тайно не говорил ничего. Ты подозреваешь во мне какого-то мятежника, тайно составляющего какие-то заговоры. А я тебе говорю, что тайно я не говорил ничего. То есть ничего возбудительного. И как тебе думается, ничего нового не ввожу. И с хитрым и тайным намерением я не говорил ничего своего. Если мы будем понимать эти слова Господа не в соответствии с подозрением пересвященника, то он представится говорящим ложь. Ибо он много говорил тайно. Именно то, что превышало понятие простого народа. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших. Это слова не человека надменного, но уверенного в истине своих слов. Спроси, говорит, этих врагов, этих ненавистников, этих служителей, которые связали меня. Ибо это самое несомненное доказательство истины, когда кто в свидетели своих слов приводит своих врагов. А эти самые служители прежде отзывались так. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Иоанна 7,46. И после такого ответа ему не удивляются, но наносят удар в ланиту. Что же может быть наглее этого, но тот, кто может все потрясти и уничтожить, не делает ничего такого, но произносит слова, которые могут укротить всякое зверство. Если, говорит, ты можешь порицать сказанное мною, то докажи, что я сказал худо. Если же не можешь, то зачем бьешь меня? Или так. Если я сказал худо, то есть если я учил худо, когда учил в синагогах, то приступи теперь и свидетельствуй об этом худом учении моем. И доставь полные сведения пересвященнику, который теперь спрашивает меня об учении моем. Если же я учил хорошо, и вы, служители, делились мне, то за что теперь ты бьешь меня, которому прежде ты удивлялся? Этот служитель ударил Господа для того, чтобы избавиться от великого преступления. Так как Иисус предстоящих призвал свидетелей, говоря, вот они знают, что я говорил, то служитель сей, желая отвлечь от себя подозрения, что он был из числа, дивившийся Иисусу, и ударил его. Вы сразу вопросы какие-то задавайте, я все время говорю об этом. Вот я нахожусь рядом сейчас, там и среди. Какую пользу мы можем извлечь через две тысячи лет, зная, что Слово Божие жило, не умерло? Это не прошлая история, и действенно, до разделения души и духа, а мы сидим и спим. Слово все, единого маленького, знака не пропускает, златоуст говорит, там огромная сила заложена. Мы сидим, может быть, это именно в обыденной жизни касается. Тайна не говорил ничего, у нас только разговоры тайна. Меня ни разу на церковный суд не вызвали, и 55 лет клеймят меня, 56 лет. Я открыто все написал в книгах. Меня голыми руками может любой за души взять. Книги в центрских отделах, в трех или четырех епархиях, в Теопечерской лавре, клевета не перестает. И батюшка безблагодатный, и то другое, приезжает архиеряне, ошалелая совершенно. Но ни разу не вызвали. Павел говорит, я считаю себя счастливым, что могу защищаться. Я не имею этого счастья, что защищаться. И поэтому их все бедки постигают, что сеет, то и жнет. Конкретно. Говорил мне так, 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 так. Это превышает разумение. Надо понимать, о чем речь. И так дальше. Претензии-то были об учениках. Это вы так говорите. И мне говорят те же слова ваши, что? Это вы слышали, что он говорит, тот-то человек-то? А он на вас ссылается. А на меня ссылаться нигде нет, этого не написано. Это же программа поведения человека. Нигде-то на суде. Это уже суд начался. И мы так спокойно на это смотрим. А как он мог бы ответить Христос? А давайте посмотрим, как сегодня отвечают. Вилюжинова такой свет, как у змеи по пыльной дороге. Поступаю ли я так, как он? Он говорит, кто верит в меня, постужу. Поступаю ли я, как он поступает? Я говорил открыто. Я сегодня там немножко на собрании говорил. Они подыскивались. Зачем? А кто? Ученики. В глазах учеников вранить авторитет его. Он негожий. А дальше уже судить. Он противник закона. Это не все. Он противник кесаря. Тот не считай кесаря. А у нас нет иного кесаря. Царя, кроме кесаря. Это же было предательство национальных интересов. Они открыто сказали. У них нет. Уже все законы свои они бросили. Главное кесарь. А против кесаря готовили войну. Опять ложь. Притом тотальная политическая ложь. Они поднимут восстание. Найдется учитель Бар-Кохба. Учитель у него. У этого Бар-Кохба. Предводитель будет. Араби, Акиби. Поднимут народ. Гарнизон римский. Не устоит. Но там войска. Там без пластиана идет проверенный войн. Но умрет во время этого. И вот тит закончит. А тот стоял на холме и смотрел. Когда воины ворвались. Говорит. Один из них наклонился. Они закрылись в храме. Кедровые доски. Там описано какое. Воин наклонился. Другой прыгнул. Говорит. На спину ему. Пылающий факел бросил внутрь. Они были кровью залить. Уже еще он издали. Смотрел и говорил. Иосиф Плавий. Все это подробно написала. Иудейская война. Они сами день и ночь. Приближали эту расправу над собой. Я только сейчас заходил к Алексею. Загуляю его. Говорил о тебе. Понимаете? Дайте мне адрес тех, кто обманывает. Вдова живет одна в деревне. Вот в городе, если телефон есть. В деревне разъедет и перешел на работу. Если меня сейчас накинули на него. Я каждый год два раза даю кому-то телефон снять. Взять деньги. Потому что больше десяти тысяч на кидали. Я объявил везде не бросать. Они много снимают. Целые тысячи берут. Вот зачем? Я вам бы сказал. Так один нынешний так осознался. Зачем? Но это-то не все. А они назначают на месяц столько-то. 17 гигабайт. Я три с половиной только использую. А остальные-то у меня остаются целые. Погашают. Как это так? За электричество я себе заплатил больше. Но он переходит на следующий месяц. Переплата. Здесь нет. Все снимается. Кроме этого месяц 30 дней. Они его делают 28 дней. Так вот. Как это так? Я приехал восьмого. А меня шестого уже заблокировали. Кое-как распечатали меня. Вчера только третье число. Они три дня сбросили. Раньше меня опять блокируют. А у меня деньги. Я опять использовал. Так и четвертую. Даже пятую часть использовал. Я вообще в интернете ничего не делаю. Только замки снимаю. Я пришел. Алексей. Дай мне адрес. Я вмешаюсь в это дело. А то подлые жулики сидят. Я один раз писал мегафон. Мне не мегафон, который здесь. А через это. Мне точно адрес. Не телефон, а адрес. Не дают. А вот еще дело. Я в какой стране? Ну вот ездили в Новосибирск. Я была неделю назад. Я там ходила. Закрыто. Вот знаете, как в стены упираешься. Нет у нас. Нет администрации. У нас там выше. Они вот сидят. Представь себе. Ты как стал мегафонером. Я так. Но я этим занялся. Что это делать? Что это делать? Люди бывают в городе. В городе-то этого не делают они. Только в деревенстве. Так не бывает, что телефон в деревне по-другому. А они, а кто женщина? Ну совсем она кладет деньги. А их нету. Она еще раз положила. Они говорят, пустой счет. Ну я вновь сделал, что жулики. Они вдруг говорят, да ничего не будет. Их миллиона. Я говорю, сразу миллионером стал. Он с меня-то снял 370 за месяц. За другой 370 рублей. С одного. Здесь. А в городе мне там кто за меня платит. Добродетель-то. Я смотрю, столько-то с месяц на месяц переходит. Никаких нет. Тариф есть определенный. И все. С тарифа на тариф перевести они не могут. Сами. Я должен дать согласие на какие-то услуги дополнительные. У меня было, сняли 750 рублей. Ну, я созвонился. Я узнал, где. Мы вам оказывали услуги. Какие? Они крутили. Директора нету. Наконец говорят. Старые люди одинокие бывают. Им нужно утешение. Они по телефону говорят. Я говорю, я любого утешить могу. Вы меня утешать будете. Дают никак. Я сразу в прокуратуру алтайскую. В МВД алтайскую. Кажется, в КГБ и везде. Я еще домой не пришел. Уже полный расчет. Да мало того, сколько сняли. 750. Так накинули 755. Там 50 рублей. 360 даже. И лавочку-то закрыли. Я Себастьяна спросил. Говорю, это для них удар. Говорит, это очень сильный. Они открыть уже не смогут ее. А то ничего нельзя сделать. У меня один ответ. Мы не делали ничего. Я говорю, Люба приходила ко мне. Я говорю, со слезами считай. А как это годится? Они все сидят. И он какой-то там возгред. На него смотреть нечего. И он изгаляется, снимает деньги. Еще раз меня сняли. А еще три дня работать. Три дня сняли с месяца. Игнатий Тихонович. И главное, смотри. Написано 420. Он пишет 500. А внизу. Желательно, чтобы было 510. Ну, кто-то помидоры продает, порублю. Но желательно, чтобы ты дал мне полтора. Да желательно, чтобы я тебе и корову за один помидор отдал. Почему-то желательно. Но это на наших глазах совершается. Оно не тайно уже делается. Вот в эту статью я обхожу здесь. А я смотрю. Дело в том, что это не только в интернете. Вы посмотрите, сейчас продукты продают. Раньше был вес килограмм. Сейчас по этой же цене вес 900 грамм. А то и 800. А цена даже самая. Это везде. Это везде. Это не только везде. Понимаешь, но тут привязка ко времени, к местонахождению из деревни. Кто-то жалуется будет. Я просто как мысленно стал молиться. И как бы обстановку вижу, как он сидит. Он работать не будет, возговоря к обыде. Ему надо брать деньги. Я вот уже 4 раза съездила в Барнаулу. 700 рублей. Это самое дешево. Люба, мне нужно. Результатно. Нет у меня. Телефон есть? А в большинстве Билана идет. Дайте телефон. Вот так. Я с этим хлопушкой. Так. Вот и все. Весь разговор. Хлопнуть статьей какую-то. Это же обман. Если они обман все, это пожарность что будут? И они скрылись. И где-то телефонов нет. Они где-то есть. Но мне никак нельзя узнать. У меня сегодня у Сергея ночью кое-как уже тысячу заложили туда. Тогда открыли меня. Мне каждый день надо быть там. Меня люди ждут. У меня работа. Но я встал там без пяти двенадцать. И до самого утра бьюсь. Тысячу перевел Сергей. Ну, днем я пришел и отдал. Это вот здесь тайна. Вот это надо мне все многообразие включить из Слова Божия. Оно побуждает меня вступить. Ты видел, обижаемый прошел мимо. И я об защищу себя, говорит Господь. Есть такая статья не оказания помощи. Вот эта Валентина Сарстисон, которая принимала крещение. Мы как-то на дороге авария. Не авария, а что-то смарт-торм. Мы съехали в сторону. Пока стояли, человек восемь остановились. Если проезжали мимо, видят, что у меня, и не остановились, я бы сообщил полиции, ему достанется. Ты обязан. Государство поставило задачу. А у нас так. Машина в аварии. Увезли. Пока вернулась, уже половина разобранная. Женщина говорит, а то у меня горного, говорит, со мной дежурила. Накрыла палаткой. Прям отталкивает, лезет, все отрывает от машины. Я говорю, это я хозяйка. Я накрыл ее, чтобы не рвали. Мы другая нация. Нас боятся все. Немцы узнают, ага, курорт такой-то в Греции. Один вопрос задают. А русские там будут? Если русские есть, туда не поедем. Потому что если русские, я обязательно приеду, чтобы четыре мужика было. Если мужик пришел, он гуляет, пьет, ломает все. А я заплачу, я новый русский. А там цунами где-то прошел. Он встал. Ба, тут все эти ресторанщики. Это мы вчера все наделали. Он не поймет, что цунами прошло. Он думает, сам это ночью наделали. И показывает русские, как он гуляет. Фотографируется, падает там бассейн, хватает там голову. Никаких законов нет, но где-то находят. Один поднялся так там, остров откупил. А его братом давай стрелять. Ну, полицию еще его арестовала. А пока приехал сюда, его полностью разорили. Из миллионера приехал, даже по завтраку не на что. Вот и все. Надо думать и помогать. Тайно ничего не делается. Я вот опираюсь на этот. Хотел потом сказать про Давида еще. Все размышлял всю неделю. Считаешь, что... Смотри, Третий Псалом вещал. Он бы что ни видел. Он все приписывал Богу. Ну, и ты, зайца, знаешь. Козел лежит на дороге. Ты его знаешь. Знаешь. А он видел все. И этого козла Бог назначил для того, как ты велик. Гору бейся, убежище зайцем, еле аистом. Это ты сделал, Господи. Горы дымятся. Это ты, Владыка. У него шага нету. Три тысячи лет назад написанных. Нигде нету ни одной строчки, ни от кого нету. Нашли глиняные таблички. Там написано. Ты мне, Ваня, должен столько-то обожженные хамуратты. Больше ничего нету. А Псалмы Давида сегодня только в храме считали. Три тысячи лет назад. Давид-то был бы хоть правильник. Он же уголовник настоящий. Чужую жену отбил при своих десяти. А потом самого убил. Но мы-то его не за это любим. Поэтому он 50-й Псалом отдал. Господи, как научиться мне, по Давиду, во всем видеть? Твоя рука. Ты допустил вот это, что-то на себя грабит? Чтобы я вмешался, помог тебе. А ты шел мимо, рот разъел, как будто ничего не видел. Мы все обязаны помочь ей. А ее кто направил сюда, сказал, иди узнай. Я ничего не знаю. Она на меня уже возложила обязанность найти. Я сейчас Алексея там выпытал, выпытал. Найди мне адрес. А Роспотребнадзор. Какой Роспотребнадзор? Районный? Областной? Общероссийский? Где у них головная перма-то? Найди ты специалист. А я-то никто. У меня ни звонка, нищего. Я вообще не звоню. Никак. Ну, случайно где-то застряла машина тогда. Я сейчас опять пять тысяч лишним уже накидывали сюда. Никому не отвечаю. Алло, алло. Хоть алло, я не отвечу, потому что жулики. И никому не звоню. Если я позвоню, меня всех сразу снимут. Незнакомым. Вот ему я звоню. Спаси Христос за Валерия. Пошли. Вот так сделаем, чтобы Слово Божие заговорило, но дарил вам скалу сердца нашего. Итак, 24-27 стих. Анна посала его, связанная к первосвященнику Хаиахе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал, нет. Один из рабов первосвященнических родственник тому, которому Петр отцеп ухо говорит, не я ли видел тебя с ним в Солу? Петр опять отрекся и тотчас запел петух толкованием. Так как не нашли в нем никакой вины, то отводит его Хаиахе. Быть может, надеясь, что он, как более хитрый, найдет что-нибудь против Иисуса, достойное смерти, или уличив его в ответе, или обличив в каком-нибудь поступке. А Петр, горячий любитель, одержит такую бесчувственность, что учителя повели уже, а он еще не двигается с места и греется. Так что его опять спрашивают, и он отрекается, и не только во второй раз, но и в третий. Для чего это все евангелисты согласно написали о Петре? Нет для того, чтобы осудить своего соученика, но чтобы нас научить, сколько худо не обращаться во всем к Богу, а полагаться на себя. Нужно удивляться и человеколюбию Владыки. Он связан, его вводят из места в место. Однако же он не оставил попечения об ученике своем, но, обращаясь, взглянув на Петра, как замечает другой евангелист, Лука 22, 16, и этим взглядом упрекнул его в слабости и возбудил в нем раскаяние слезы. Что тогда случилось с Петром? То же и ныне испытывают на себе многие из нас, как можно видеть. Сущее в нас Слово Божие связывается и как бы забирается в плен, порабощаемое то скорбью, то удовольствием. Ибо мы тем и другим связываемся и отводимся в плен, или удовольствиями мирскими, или скорбями, забывая Бога. Тогда Слово осуждается, а бессловие побеждает, и раб ударяет владыку, ибо до кого восстание страстей. Ум наш, как бы иной Петр, часто надеется на себя, что не отречется от слова, посему и стоит и греется. Стоит, потому что не преклоняется, не смиряется, но одинаково и упорно остается при самоуверенности. Греется, потому что самоуверенностью болит от горячности и надмения. Но его обличает раба, какое-нибудь небольшое и расслабляющее удовольствие, и он тотчас отрекается от слова и подчиняется бессловесию. Или его обличает какое-нибудь скорбное искушение, как и тогда Петра обличал раб, и тогда обнаруживается бессилие его. Но будем молиться, чтобы Иисус, Слово Божие, взглянув на нас, и возбудил нас к покаянию и слезам, когда мы выйдем из двора князя мира сего, этого пересвященника, распинающего Господа. Ибо когда мы выйдем из мира сего, который есть двор князя мира, тогда только воспряним для искреннего покаяния, как и апостол Павел говорит, ныне к нему, ныне выйдем к нему за ворота, то есть мир сей, нося поругание его, евреям 13.13. Вот новая история дальше. Ну, в нашей жизни где-то бывает так или нет? Чтобы за нами подсматривали, а ты не был ли там. Ну, у нас-то потеряем как-то прям жильем. Где твой муж, сестра? Дома. А почему он не на занятиях? Спроси, подойди, спроси. Это... И даже я спрашиваю, что и священник, его запрещать, никогда не запрещал. То есть страх все съедает. Что такое страх? Ответ Библия. Лишение помощи от России. Это безумие. А за глазами можно много говорить. Вот оно все это и есть. Это ничего не меняется. А мы тебя видели там, а что бы не видели, они смотрят тогда, ну, видели во дворе, а тут в интернете видели, а ты сидел. И как бы не было чего, как бы царство Божие не решили. Он Андрея. Они не могут цепить. И с какой стороны воспитываются дети, нормально. И сейчас вот с этой стороны. Эта история прямо на сегодняшний день. Страх парализует волю человека. А ты встань однажды и сломай вот эту конструкцию лжи. Они мне что-то сделают. Ничего они не сделают. Ничего нет. А кто там будет делать-то? И Петру пришлось всю жизнь каяться и писать. А эти даже не каяться, они понимают, что их изуродовали. А что за мной посматривают-то? Я пришел, там мой учитель, его взяли несправедливо. Мы можем на так ответить. Но и оправдания-то нет никакого. Я был на занятиях, но еще из-за этого разбирали слово Божие. А что за мной посматриваете? Почему открыто ты не встать и сказать? Почему ты в таракана превратился? Это картина-то живая, прямо говорит, крещащая, обречает нас. Нужды нету никакой. Это один раз я прочитаю только и дальше рассудили. Как это так могло случиться? Страх поборол здравый смысл. Я плохого не слышал, ничего здесь не было. Мы говорили открыто о Боге. Знаете, вот я размышляю, все время размышляю, работаю где-то. Кто знает, кто ходит засохом? Кто? Вот смотрите. Человек пострадал, у него украли корову и нашли. Ну, надо вернуть ее, а у меня нет коровы. Четыре коровы вернуть-то по закону. Если овечка, то пять овечек. И никто тебя не будет спрашивать. А у меня нету. Так руки многие заковывают в раба. В каменолом, в каменоломне. Там он будет работать. Ты и должник делай с рабом взаимодавца. И это все знали. Да справедливо. Ну, так раз взял, да справедливо. Почему сегодня, когда за воровство судят, назначают цену, в Думе решают, если до пяти тысяч, суда нету. А они бензин слили на четыре тысячи девятьсот пятьдесят. Пятьдесят рублей не хватает, суда нету. А он завтра приехал, у барабаша опять триста литров слил. Нигде в Библии этого не было. Определять время, место, это за воровство считается, нет. За воровство считается все. Цыпленок и курица. Маленький ребенок и взрослый человек. Почему, когда судят, это учитывают, где-то, у нас не учитывают, не учитывают то, что когда человека убили, то почему интерес у убитого не учитывают? В Библии учитывалось смерть за смерть, око за око, глаз нечаянно там выбил, никаких суд, заскопил голову, зараскорили олово там и ложкой, чем глаз выковырнули, иди домой, все, зачем ты тут нужен? Зуб за зуб, какой зуб выбил? Так, за зубилом ему поставили молотком, ударили. Сегодня судят интерес того, кто убитый, почему не учитывают? На днях вышел проект от Патриарха, там сделали, САГО подписал и Патриарх будут решать о мерах наказания клириков. То есть, теперь не так, что прямо говорят, ты теперь должен списать оттуда, и когда архиерей на тебя насядет, а я тебя сошлю, ну таракань, там пять бабок, и ты будешь с ними, нет, ты бумажку зажми, и перед ним помаши рукой, вот у меня теперь документ, он еще не принят, но он мог быть принят. Когда чем-то не угодил архиерею, архиерей может его сменить, но месяц, месяца нет, на три месяца отложить наказание. Так, и потом, а потом видно, теперь его ссылают, ой, маленькие ребятишки. Он должен учитывать, если нет в этой местности, если есть школьники, должен учитывать, архиерей, если школа там. Теперь, какой у него заработок будет достаточно ли прокормить семью, это все в это. Так что, архиереям сегодня крылышки могут подрезать. И вот один человек так рассуждает, а я, у меня человек один отнял жену и трех сыновей, а я для этого жил только. Я говорю, мусульманин. И он говорит, раз это справедливо, я написал по его вине, а государственный суд отвечает, ну несчастный случай нет. Как несчастный случай? Почему его не осудили-то? Ну это диспетчер. Самолет летел и столкнулся с грузовым, и прямо над озером, и в озере еще идет, в Германию. Я дальше сам уже догадываюсь, он пришел и говорит так своему начальнику, будущему президенту. Скажи, что делать, мимо? Ну ты же знаю, что делать. Я что тебе буду говорить? Я тут от тащинки ржал уже в умерез. Надо пробраться до границы, я наведу свой порядок. Смерть за смерть. Он погубил у меня жену и трех сыновей. И ходит на свободе. Как это так? Сам думай где-то. Он мусульманин. У него нет закона любить врагов. А у нас есть закон любить врагов, и мы лжем, мы не любим врагов. Понимаешь? Давайте до конца договорим. И он что? Я так, я не знаю, я дальше думаю, как он попал. Кто-то из чеченцев там в этой же стране, в Голландии, Германии, делает ему вызов в гости, он имеет право. Но так как меня могут взять, сказал, ты мне только вызов делай, а сам вернись туда, чтобы тебя не взяли. Он приходит, находит этого диспетчера, так, ты такой-то, да. Так, это в твое дежурство было, самолеты столкнулись. А он вышел с калитки, то вызвал его на улицу. Да. А почему же тебя не судили? Ну, суд так решил. Я пришел в суд совершить над тобою. Ты мне жизнь всю-всю-всю исковеркал. Это моя любимая жена, любимые сыновья погибли. Подставляй голову. Тот глаза не успел раскрыть, он один удар, другой его располосовал. И пошел в полицию. Так, я навел счет свой. Он сделал так, как Болисеев закон велит, как его закон велит. Аллах дал мне жену, дал сыновей, а этот негодяй сидел, спал на дежурстве. Это же не на улице машина. Это выше, ниже надо было перевести на другое. Чтоб столкнулись, это же надо специально сводить не сведешь даже. Я зарезал человека, вот кинжал вам. Ах, они головорезы. А ты глубже возьми. У него закон. Его сажают. Не помнишь? Ну, а что ему было, я забыла. Ну, а ты знаешь, это было, Чеченец. Потерял жену и детей. Я дальше уже домысливаю, как, я не знаю, к кому он пошел, но он пошел. У них порядок такой. Что было дальше? Он пришел куда, и его зарезал здесь еще раз, прямо в калетке. Ему дали срок, сколько-то, 10 лет. учитывая все. Он сидит, потом он вернется и скажет, да какой это курорт, у меня дома этого не было. Каждый день прогулка, ешь что хочешь, передачи без очереди, то другое. А ну, когда 20 лет, суд снова решает, делай, говорит, а что его держать-то? Он никогда по-другому не может решить. Его вызывают, и говорят, вот сегодня бы ты приехал, ты бы так поступил, он говорит, только так. Закон велитый не рассчитаться с ним. Он вернулся и первым делом к президенту. А президент его ставят помощником министра. Конечно, он женился, новые дети у него, теперь все. Я просто одно другое свожу. Мы лицемеры. Она сидит обманутая несколько раз, за нее даже умирать не надо. И как будто так и надо. Понимаешь, в сравнении с истинным мусульманином я никто. У меня данных нет. Я сейчас пришел, Алексей мне говорит, ну там это Алешенька, миленький, ну достань ты мне адрес, ты же там в таких средах работаешь. Ну я-то не работаю, не знаю. Найди мне этих людей-то. Я встречался с ними. Не один раз. Притом, что интересно, я из прокуратуры вышел, как это быстро, до дома-то куда ехал, деньги все вернули и 50 рублей еще сверху накинули. Я думаю, теперь решить мне мстить. Ничего подобного. Я пришел получать, на карточку пришло. И не сходится сверху. Я говорю, почему не сходится? Ну услуга, мы вам сообщили, что пришел. А я не просил. Я сам прихожу раз в месяц на почту. Ну, Сбербанк. Верните. Как верните? Когда взято? Я говорю, верните. Иначе я буду сейчас заниматься прокуратурой вам. Она пошла. Сколько ему не дали? Она говорит, 10 рублей. Они у меня вот эти выглазки за 10 рублей. Ну, я-то думаю, сейчас бумажку дать 10 рублей. Она копейками дает, мне даже саму неудобную столу. Копейки. На наверху вот на вокзале провожаем своих тата за 2 часа. За 2 часа, если больше, то платить надо. А если за 2 часа ровно, то не отплатить. А мне пришло за 1 час 40 и с нее высчитали. Я затормозил, пока не уезжай. Сразу билет прибежал и вернул деньги. За Любу надо заступиться. Помолитесь. Каким образом? Потому что то, что с ней делает, делает и со мной. Мне это очень близко. Это никуда не годится. Мои деньги сдачи нету. Месяц укоротили на 2-3 дня. Куда-то годится. Так. Я из этого все беру. Я должен был обдумать, а как мне дальше жить? Чтобы совесть не выучила. Поехали. 28-32 стихи. От Каиафа повели Иисуса в приторию. Было утро. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху. Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им, «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Толкование. Господа водят по многим судилищам, думая, что они обесславят его. А истина, напротив, еще более обнаружилась через рассмотрение дела многими судилищами. Ибо Господь вышел из всех их необвиненным, получил силу непререкаемую. Ведут его в приторию, потому что сами не имели власть умершлять, так как они находились под владычеством римлян. При этом они боялись, чтобы впоследствии не подвергнуться суду и наказанию за то, что умертвили без суда. «Было утро», говорит, «для того, чтобы ты знал, что Каяфа допрашивал Господа в полночь, ибо он отведен был Каяфе прежде, чем петух пропел». О чем он спрашивал Господа? Это евангелист умолчал, а другие сказали, «Когда ночь прошла в этих допросах, наутро отводят его к Пилату, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться. Какое безумие, когда убивают несправедливо, не думая, что они оскверняются, а войти в судилище считают для себя осквернением, чтобы можно было есть Пасху. Господь совершил ее в первый день опресночный, Марка 14, 12. Посему мы под Пасху должны разуметь или весь семидневный праздник, или понимать так, что они на этот раз должны были есть Пасху вечером в пятницу, а он совершил ее одним днем ранее, чтобы заклание самого себя соблюсти на пятницу, когда совершалась и ветхозаветная Пасха. Пилат поступает несколько справедливее. Он сам выходит, и хотя увидел Господа связанным, однако не счел это достаточным для обвинения Христа, но спрашивают, за что он связан? Они, не имея ничего сказать, говорят, если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе. Видишь ли, как они везде уклоняются от доказательств. Анна спросил и не нашед ничего отослал к Иафе. Этот посудив несколько отсылает Пилату. Потом Пилат опять спрашивает, в чем вы обвиняете человека сего? Они и тут ничего не могут сказать. Появику же они никакого обвинения не выставляют. Он говорит, возьмите его вы, так как вы присваиваете суд самим себе и хвалитесь, что никогда не поступили бы несправедливо. Ибо говорят, если бы он не был злодей, то мы не предали бы его тебе. то возьмите его сами и судите. Если же вы привели его ко мне и делу его, придаете вид суда законную форму, то необходимо высказать, в чем этот человек виноват. Итак, судите его увы, ибо я не могу быть таким судьей. Если закон ваш наказывает без вины, то судите сами. Но на это они говорят, нам не позволено предавать смерти никого. Говорят это, зная, что римляне осуждают мятежников на распятие, дабы Господь был распят, и смерть его была позорнее, и разгласили его проклятым. Для этого они притворно говорят, что им не позволено никого убивать, а как Стефана побивали камнями. Но я сказал, что они говорят так, потому что желают, чтобы Господь был распят. Они как бы так сказали, нам не позволено никого умершать на кресте, но нам желательно, чтобы этот был распят. Да сбудется слово Иисусова о своей смерти именно или то, что он будет распят, Иоанна 3, 14, или что он будет умершлен не иудеями, а язычниками. Марка 10, 33. Итак, когда иудеи сказали, что им не позволено убивать, тогда берут его уже язычники и по обычайному своему распинают на кресте, и таким образом слово Иисуса сбывается в том и другом отношении, в том, что он предан язычникам и в том, что он распят. Кругом одна ложь. Он зашел и осквернился. Но в нашей жизни где-то встречается такое или нет? Или это просто история какая-то? Или это где-то все-таки в нашей жизни встречается такое? Где-то везде кругом заходить нельзя, сквернился. Ну, конкретно. Вот ты зашел в Барнауле или где-то в православный храм, а твои друзья в Новосибирске тебя убили. Еще больше говорить-то. И больше не надо. Тебе крдык. Это само все самое. Заходить нельзя, как бы не оскверниться. А сами Христа не знают. Благовестия нету. Вообще ничего и нету. Осталась одна неизбывная злоба. Но они этим подгоняли к пророчеству. Вот с чем смыть-то все. и мы должны на это смотреть. Так было от Бога это. И что-то за этим еще есть, что не открыто. Видишь, как подробно. Нам не положено никого умерщать. Почему не сказали умерщать на кресте? А на кресте распинать такого в Израиле не было. Они могли по-разному убивать. Сами расправлялись. Иногда человека поймали, а у него хуритель отца и матери да будет побит камнями. Второе. Не раз попадался и выскочил из тюрьмы из-за изнасилования. Богохульник. Но накапливалось у него столько и нужно было казнить его так. Внимание! Ставь спящий воскресе из мертвых. И что говорит? Человека надо задушить. А другой, который там богохульств это утопить в человеческом дерьме. Они большую бочку наливали, с двух сторон душили его, а третий бросал в это время в него камень, чтобы все исполнить. Он виной виды казни. Но у евреев не было видей казни распинать. Это чисто римская была. Вот откапывая они до Рима сколько там 70 километров рабы восстание Спартака было. Кресты на кресты распинали. Это считало если просто так бывает, с кем не бывает, но когда по-римски казнили, проклято и там говорить нельзя. И поэтому если ты римский гражданин, тебя не могли распять. Тебе льгота была, голову могли отрубить. Павла отрубили, вот римский гражданин. А Петр не был римский гражданин, а его можно распять. Да еще мало того, он сам попросил размнить, меня стремгла. ногами вверх. Я не достоин быть распят, как Господь. А тогда уже стали толковать ногами, шагать на небо. Мы должны эти тонкости применить сюда. А сегодня вида казни, тебя уже при жизни они аннафематствовали, когда писание говорит, не судите никак преждевремени, доколе не придет Господь и скроет скрытое во мраке. И тогда будет похвала каждому. 1 Коринфе 4 5 Сегодня человек берет на себя то, что ему не положено. Я неоднократно это говорю. Почему вот Господь если не допустит, они ничего не могут сделать. Вот у меня сколько лютуют, ужас, а в открытый на суд вызвали. Такое бывает. Отца Владимира Головина я не хочу этого, но я должен констатировать, это факт, что отцу Владимиру мне в сотню раз больше обвинений. Я же монашество все переворачиваю и говорю, что все монашество загубило христианство. Монашество принесло зло сто крат может больше, чем вместе взятые там кто там иудеи, мусульмане, фашисты, коммунисты. Почему? Они заблокировали проповедь. Из народа высасывали самых сильных, самых смелых. Там делались слабакам нечего было в монастыре. А то герои веры были. Но они не благовестники, они молчали учились, молчание золото. Вот оно откуда пришло. послушание дороже поста и молитвы. А господь послом молитвы побуждается дьявол. Чисто я однажды в храме в Билиси сказал это, да, монахи так зашевелились. Я говорю, монашество измыслило лозунг выше сатанинского. Против нет другого. так он сидит еще не делает. Где ты? Дал хлопушку. Яна, дай бабе. Дай. Уже свернул ее трубочкой. Ну что ты делаешь? Разверни ее как надо. И дерь. Зря я тебе дал. И вот когда мы начинаем это сравнивать на сегодняшний день, то увидим, мы и здесь виновны, и здесь не сделали, и здесь слукавили, и здесь испугались. А Господь давал случай за случаем. я и тут мог, и там мог. А этих случаев сколько было? Один ученик, что там, я не знаю, еще травгост был или что, учитель, помолись, чтобы один час дал Бог покаяния. Он говорит, чадность, сколько этих часов было, я тебе говорил, ну что же я буду Бог это искушать? Вот так. Истинно, четко и ясно надо сказать, я Христов. Я буду на Суде Божьем. Там будет рай и ад. Но пострадать за Христа, за правду, это только в этой жизни. И мы так и не будем. Умирать, но стоять за истину. вот вот нам скажете, да пусть и как говорите, не скажи. Я вот увижу, вот он приехал этот, бульдозерист, как все, вот как одна семья, вечером кому-то назначают, корзинку тащат, платки принесла, я первый раз такое вижу. Вот ваша самая добрая была проповедь здесь, из себя как надо. Этот приезжает, а я с деньгами на работу веду сумочку, он только приехал туда на работу, на вышлух, я у меня расчет, я его в руки раз, 25 за подвозку, за два дня, там еще, и 59 тысяч сразу отдал. Не так, поедем домой, я тебе отдам, у меня деньги с собой. Он даже это и то так, он и обнимает, и сделаем работу, начальник Валерий говорит, полгода не могу выбить никак. Один только пришел, и сразу ему, сразу. Вчера Игорь только написал, 18 канистр по 21 литре, написал столько-то, сколько-то, вечером я уже Игорь рассчитался, пришел в натуру, а с них я высчитываю и так далее. Делать сразу, потому что утро может не настать, и не дай бог остаться должником кому-то. А должником в правде я мог сказать. Я еще раз говорю, я заходил к Алексею, баба, ты послушай меня, помоги Алексею, помолись за него, чтобы он помог мне. Я за любую говорю, и папу-то сам там, это жулики, они сокращают календарные дни месяца, куда годится, сдачу сдать трещать, если не издает, ну, что ж такое-то делается. И скажут, ты знала-то, да не только знала, она жила рядом с нами, она ездила, ничего не помогала. Ну, Даша, ты еще, кроме того, что ты сидел, балаболил, Даша, ты что было? А я переживаю. Переживаю и говорю, не могу тронуться места. Мне нужно, больше еще не надо. Васишка камилавка идет. Вот смотрите, у меня фуражка какая, попутно скажу. Вы понимаете, какой символ здесь? Вот смотрите, я ее надел. Ну, флаг так не бывает, флаг вот так висит. И вот теперь, чтобы правильно о этом отвечать, я когда кланюсь, у меня она, видишь, красная, синяя, белая. Если я возгордился, голову поднял, то вообще ничего не видать. Значит, эта фуражка дается мне для смирения. Божественный российский флаг. Это проповедь Евангелия. Все рождается в крови. Думая о горнем и небесном, и будет великий белый престол. Я в милиции, там 750 человек, офицеров у всех есть. Воинская часть, там тысячи человек меня в кинотеатр привезли, но у всех ошибка. Я говорю, что означает? Ни один офицер не может ответить. Это во Франции было. А во Франции вот так боком было. Что вы лукавите? Это вот так. Это по ступеням. Родился, думая о небе, суд Божий придет. Даже маленькое такое. И ты изничтожного, изничтожного, драгоценного. Нам Господь проверяет нашу, говорится, крепость. Вы крепко помолитесь. К Алексею может подойти Игорь Валентинович. Мама его. Еще раз сказать, Алеша, не откладывайся в дом, где ящик. Постарайся. В твоей руке власть. Наташа там уже. Дайте мне адрес. Тут я пишу, буду на полномочисть. Я найду на президента. Ну, Алеша, шайку раскресем. А не верну до копейки. Да что говори, да кто она такая? А вот за это ты ответишь. А чего у меня с ней общего? Златоуст говорит, воздух общий, земля общая, небо общая. А ты говоришь, что общая? За эти слова тоже ответишь. Если бы мы смотрели на эту жизнь, как на полигон, на котором готовится прославление нашей души с Богом, да разве бы мы так позволили, чтобы на нами какой-то поп изгалялся, причастием играл. Бог дал мне жизнь. И поэтому я поступаю так, как совесть не лит. Я никуда не ухожу. Вы знаете, что тут сейчас затевает. Никак только перевезти к нам. Тогда будет свадьба. Ты сама поговори. С сыном ты. А что говорит? Ну, он-то никакой. Прости, Господи. За мы все не хотели. Да вот и все. Пошли дальше. Дальше. Давай дальше. 33 стих 36. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвав Иисуса, и сказал ему, ты царь иудейский? Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе обо мне? Пилат отвечал, разве я иудей? Твой народ и превосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Толкование. Пилат призвал Иисуса наедине, так как в нем было высокое мнение, что он хотел точнее все узнать, вдали от смятения иудейского. Итак, спрашивает его царь, царь ли он? Что говорили все, то он и выставляет на вид. А Христос его спрашивает, царь ли от себя, и говорит это или от других? Их не потому, что не знает, но потому, что желает обнаружить злой умысел иудеев так, чтобы и Пилат обвинил их. Посему и Пилат правильно отвечает, что его предатели иудеи и вину отводят от себя. И иначе. Господь спрашивает Пилата, сам ли от себя? Он спрашивает это, или по внушению других. И тем обличает его в неразумии и несправедливом суде. Он как бы так говорит Пилату, если ты говоришь это сам от себя, то укажи признаки моего восстания. Если же тебе донесли другие, то произведи точное исследование. Пилат не говорит, что он слышал от других, но просто ссылается на мнение народа и говорит, предали тебя мне, что ты сделал? Это, кажется, слова как бы огорченного и ожесточенного. Ибо говорит, что ты сделал? Ибо говорит, что ты сделал? Господь отвечает, царство мое не от мира сего. И таким ответом совершает два дела. Во-первых, возводит Пилата к познанию, что он не простой человек и не из числа земных существ, но Бог и Сын Божий. Во-вторых, уничтожает подозрения в похищении верховной власти. Царство мое не от мира сего, посему не бойся меня, якобы тирана и мятежника. Ибо если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан. Здесь же показывает и слабость нашего земного царства, ибо оно имеет силу в слугах, а царство вышнее сильно само в себе и ни в ком не нуждается. А манихеи в этих словах находят предлог говорить, что мир сей чужд благого Бога. Ибо, говорят, Сын Божий говорит, что царство мое не отсюда. Но, о безумные, вы прежде вникните в это изречение. Он сказал, царство мое не от мира сего. И опять, не отсюда, но не сказал. Оно не в мире семь и не здесь. Он царствует в мире семь, промышляет о нем и по своему хотению всем управляет. Но царство его не от мира сего, а свыше и прежде веков, и не отсюда, то есть не от земли состоялось, хотя здесь имеет силу и пребывает, но не отсюда, и не состоит из дольного, и не падает. Потом, как нужно было понимать эти слова, пришел к своим, Иоанна 1,11, если бы мир сей не был ему свой. То есть Пилат в этом отношении честнее выглядел. Но если уже Божье пророчество было, то все равно это все неизбежно было. Хоть бы какой был бы честный Пилат, все равно бы случилось бы так же. К нему и жена выходила, то есть ей это не помогло. Предание сохранилось о том, что Пилат был обвинен, кесарь, и был сосуд, пострадав. А жена ему говорила, в этом еще много страдал. пророчество было бы не Иуда, то есть спасения не было бы. И поэтому советская власть, когда пришла, поставила памятник Иуде. Иуде прямо, Иуде с кариосиком, против религии боролся, это правильно. Каин был, город Каин, как называется, Новосибирская область. Когда Ленину представили список, каких деятелей культуры, ну, можно памятники поставить, он высчитал только одного. Лескова Николая Семеновича, больше никого. Толстого, Глыба, Человечище, ну, всех о доброй памяти. Ну, как там, мемориальные там. Ну, Шереновский никого не стал спрашивать. Огромную статую себе во дворе поставил, свой отлив. Огромная-огромная. Подписано, какой должный занимал. Ходи во дворе у себя, на высоте. А то Весалом при жизни, говорит, взял себе памятник, потому что то-то, то-то. Мы здесь считаем, вот этот процесс идет как. И все это нужно применить на сегодняшний день. Это написано нам, достигших последних веков, чтобы мы не были походливыми сгоем. Знаете, как обсудить? А вот знаешь, у одного такое дело было? А вот пришел, у него был целый табун, это отара, овечек, он ни одно не заколол. А у соседа-то одна была, и он ее заколол. Давыд-то, мгновенно смерть ему. Ну, где ты такое считал ответ-то? Настолько его возмутил этот поступок, про вещь, про мгновенную. Смерть ему. Однако дело показало, что пророк выполнил свою месть, и побоялся, видимо, сказать сразу, притчи. И когда уже приговор был вынесен, он в это время и говорит, а это ты. Виноват ты. И сразу все, стало на место. Я виновен. Вот надо уметь вовремя каяться, притом не завтра, я буду спать, во сне приснится, корова меня будает, тогда водает. Ну, тогда, значит, закон против меня. Прям мгновенно. Согрешил я, и ответ мгновенный, и Бог простил тебя, на дитя умрет. А теперь эта женщина узаконена будет, и от нее родится Соломон. Видишь, какая история. А сегодня, если бы такое было, а я вернусь, и на ней жились. Спроси священника, можно я ей жениться, и я теперь на ней. Если она была прелюбодейкой, проверю. Закон сегодня настолько христианский, высок и славен, что по нему-то жить, как этот, мол, ламы, слушали долго, Спиридона, Числякова. Говорит, если бы все верили, как мы верим, эти буддисты, то люди могли бы спать спокойно, никто не ворвывает. А вот если верить, как вы, христиане, верите, то люди вообще перестали спать. Они бы день и ночь славили Бога. Вы нам пропадете о Христе, у вас рот в крови. И дальше стали говорить. Железную дорогу ждали, мы от Алан-Удэ поведут, но что-то женщины наши стали больные, носы проваливаются, у них дети не слушаются. Я, говорит, едва-едва, вышел, он на коня сесть не мог. Далее садогрел, с конем со своим проповедник, упал, до вечера лежал и плакал. Мы, христиане, даем такой пример, что после нас сто лет проповедовать нельзя. Жизнь наша. И надо уметь соглашаться. Да, я виновен. Я эту неделю радовался, хотя и дома не был. За всех, кто участвовал. 37-39 стих. Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего, Пилат сказал ему, «А что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал ему, «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Толкование. Когда Пилат спросил, Господа царь ли он, он отвечал, «Я на то родился, то есть, чтобы быть царем. Я имею это по существу и по рождению от отца, ибо то самое, что я родился от царя, свидетельствует, что я царь. Посему, когда слышишь, что отец дал сыну жизнь и суд и все прочее, Иоанна 5 глава, 22-26, то слово «дал», понимай, вместо «родил его». Так что он имеет жизнь, судит, и все это приходит от отца к сыну по естеству. «На то я пришел в мир сей, чтобы сказать это и научить и убедить всех в том, что я царь, владыка и Господь». Желая этим привлечь внимание Пилата и склонить его к выслушиванию своих слов, говорит, «Всякий, кто от истины слушает глаза моего». Посему и ты, Пилат, если ты чадо истины и любишь ее, послушаешь моего глаза и поверишь, что я царь, но не такой, каковы цари мира сего. Имею власть не приобретенную, а природную, присущую мне по самому рождению от Бога и царя. Делать здесь намек на то, что иудеи не суть от истины, потому что не хотят слушать глаза его. Если же они не от истины, то без сомнения вымыслили на него все ложно, и он истинно не повинен смерти. Этими немногими словами он так пленил Пилата, что Пилат спросил об истине, что она такое. Ибо она почти исчезла между людьми, и никто не знал ее, а все были уже в неверии. Но так как этот вопрос требовал особого времени для разрешения, а теперь нужно было избавить Иисуса от неистоства иудеев, то Пилат выходит к ним и говорит, я никакой вины не нахожу в нем. И говорит это разумно, ибо не сказал, хотя он погрешил и достоин смерти, но для праздника простите ему. Но сначала объявил его свободным от всякой вины, а потом уже предлагает им и об отпуске его. Посему, если Иисус будет отпущен, то им он не обязан нисколько, ибо они отпустили невинного. Если осудят его, этим докажется злоба их, потому что осудили невинного. Смотри и название царя иудейского имеет некоторый свой смысл. Пилат этим очевидно высказывает то, что Иисус нисколько не виноват, но что они напрасно обвиняют его, будто он домогается царством. Ибо того, кто выдает сам себя за царя и восстает против владычества римлян, правитель римский не отпустил бы. Посему сказав, отпущу царя иудейского, Пилат объявляет Иисуса решительно невинным и насмехается над иудеями, говоря как бы так, на кого вы клевещете, что он выдает себя за царя, кого вы называете бунтовщиком и мятежником, того я признаю нужным отпустить, очевидно потому, что он не таков. Достойное исследование то, по какому поводу возник у иудеев обычай отпускать ради Пасхи одного узника. На этом можно, во-первых, сказать то, что учащие учением, заповедям человеческим, Марка 7.7, весьма много водили от своего мудрования, но не соблюдали заповеди Божьих. Так и это вели без разумного основания, между тем, как в прочих случаях оставляли обряды, предписанные законом. Потом можно сказать, что и в Писании находится похожее законоположение, с которого они могли взять повод ко введению в обычай таких отпусков лиц осужденных. Ибо о невольном убийстве написано, если кто-нибудь не по вражде и без особенного намерения причинит зло ближнему, бросит сосуд или камень, а упавшая вещь паразит проходящего, и человек этот умрет, то такой убийца невольный. Рассудит же об этом вся синагога, собрание, и освободят его от смерти, ибо он убил не злонамеренно, но поместят его в оград убежища, то есть накажут изгнанием, числа 35-22. Отсюда, быть может, как мы догадываемся, взяли они повод и вели такой обычай, чтобы отпускать одного из осужденных за убийственное намерение. Закон приписывает это дело вести синагоги иудейской. Но как иудеи были во власти римлян, то и право отпускать узников они предоставляли начальникам римским, как теперь Пилату. Последний, сразу дочитаю, короткий 40-й стих. Тогда опять закричали все, говоря, не его, но вораву. Ворава же был разбойник. Толкование. Смотри, в каких размерах выказывается злоба иудеев. Вораву известного разбойника выпрашивают на свободу, а Господа предают. Значит, не нечаянное убийство. Пришел обычай, время не отпускать. Никто не знает, когда и по какому поводу. Никто. Потому что это не просто нечаянное убийство, а разбойник. За звонки. Так, вопросы? Вопрос. У меня есть вопрос. По преданию, крест Христов стал искать Елена. Нашла три креста. И через воскресение покойника нашла тот самый крест. Это было в 3 веке. Неужели, если бы это было нужно и важно, даже тот самый Иоанн, проживший дольше всех, не нашел бы его, не сохранил? Или хотя бы завещание составил, чтобы христиане нашли крест и сохранили? Не в 3, а в 4 веке. Она не могла искать раньше воцарея Константина. Тут понятно. 318 год. Все это выдумка. Ничего тут нет. Она пошла искать, геологическую разведку делать. И дальше уже поднимали крест, потом воскрес. Да ты то, что у нас потерявки 50 лет назад было, копаешь в подвал или что-то, труха одна, еще нету. А тут 300 лет с лишним. Да там сколько их крестов-то было? Бо бога. Кто на этом кресте был раз потыщен? Ничего не известно. Ну там почва была другая. Никак. Ответки к Богу нету. Все выдумка. Ну а вопрос-то звучит, неужели, если бы это было нужно и важно, вот в чем вопрос. Даже тот самый Иоанн, проживший вдоль всей дни, не нашел бы его, не сохранил. Не нашел бы его. Запретки, приходите, искать их не искал. До этого и не было совсем. Вся табеда в том, что сегодня это есть. Не там и не здесь. Где главный молитв? У нас, у нас вот в храме. А вот рядом стоит. Нет, только у нас вот. Не там и не здесь. Отныне Бог ищет других поклонников Духи истины. Главные места. А может, 7 младенцев через 2 тысячи лет нашли, как это могло быть? Что? 3 младенцев через 2 тысячи лет нашли. А если я вам что-либо об этом говорить? Никак. Выдумка. Христа потеряли, а теперь на мощах дана убитая. Какие вы младенцы? Каждый хоронил, одея нашли их мощи через 2 тысячи лет, тысячи лет-то. Нет. Выдумка. Выдумные вопросы, ничего этого не было. Нет, вопрос-то стоит в том, что неужели это было так важно или там как-то. Ну, то есть, понятно. Яну зачем искать крест, когда он вместе с Христом ходил? Ему это не надо было. Ну, а люди, крест это наше знамя, это победа, символ наш. Ну, были вот такого разумения, там, захотели его найти. Ну, а как? Ни о чём. Ни о Хитоне, ни о Богородице в поясе, о чём нет. Нигде ни одного слова нет. Бог ищет других поклонников. Духи истины. Всё кончилось. А сегодня нужно вещественное. Ну, да. Находится какой-то Алексей блуждающий. Теперь общие молитвы туда несёт, общие туда люди пишут. Игра. Ты по-настоящему видел молящихся, когда Господь отвечает? И ты узнаешь, что это ничего не надо. У нас вот было, сестра Брюсец строилась, вот, отъехал. Где-то там что-то было строилось, скажется, или что-то. Старая Брянис. А у вас в молитве некуда. Она тоже его кону притащила. У меня и пришёл в силу Ян, епископ. Какой, Килин, кажется, фамилия. Да. И вот он, Никитина, 147, квартира один. Я говорю, давай, угостить желает. А у вас иконы не наши. Я ему тоже старобряще, сколько у меня их много много. Он ещё другое условие ставит. Ну, я два-три условия-то выполнил ему, а нам вместе нельзя. Я говорю, я прислужу буду, я за вами. У меня он здесь, и меня же отталкивает, чтобы я за стол с ним не сел. А я ему отвечаю, знаешь, батя, нужно заставить, вот из помойного ведра будешь крошки вылавливать и есть. У меня в доме. Ну, нужно заставить, конечно, тогда. Сразу смягко, все, все, А с фертихием-то, где-то, в Австралии, или где-то, где-то светились, вместе с себя пельмени едят. Пельмени. 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 Банахи пельмени не едят. Блины едят. Блины едят. Все это, знаешь, если ты считал, себя уже смиренно, перед Богом, что-то тоже, выкачай, нужно заставить, это решились. Есть поговорка, отлучают, в Африке растет, там дикая такая, вишня, не вишня, все, слива, кисло-кисло. Но нужно заставить. А это на себя человек берет, еще не видал ни давленой, ни гиперей. А вот Александр Иванович, его дед, он никогда за эту грань не заходил. Никогда. Вот представь себе, его дети против меня воюют, а он ко мне приехал первый, когда меня освободили. Первый. И не лег спать, пока не добился, что я согласился, что у меня ноги вымыть. Я ему дал только тогда мыть, когда он дал мне согласие, что я ему умою. Такие были близкие отношения. А люди, которые дня ни одного не жили и не были, так я поехал с ним провожать его, а мне не покидать город, у меня подписка, а я до Нового, рядом Алтайск, на Балтае, доехал его там, слез, и чтобы меня нигде не захватили, пешком пришел домой. И он на снимках остался, в лес сходил. А его дети не такого уже покроют. И ничего, притом, у них нет. Ну, почему нам не быть вместе, не радуются? Коротенькая такая жизнь. Быть со Христом, вот это разное все нам налепили. я не отрицаю, там, и крест, животворящий, поклонюсь, потому что это приняли. Доказательств нету. Воздвижение счастливого креста, праздника-то не было в это время. Открытие храма было, Елена, храм новый построили, а сегодня воздвижение, а когда воздвижение было, никто и не знает, даже это. Ну, так церковь решила вместе сделать ее. Даже этого-то не знают. Воздвижение креста, его там нет. Открытие храма. Ну, и что? Ничего. Просто искать надо то, что приближает Богу. Не там, и не здесь. Бог ищет таких поклонников. Все? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры Дорогие святого истину, Уложите Тебу Богородицу, Пресно блаженую и неборочную, И Матерь Бога наше Бог, Честнейшую Терапин, И Славничую Бессорния Серафим, Без Испения Бога Субтитры Дорогие Дорогие Субтитры Дорогие Благодаря Христе Боже Наш за Твою милостью к нам и щедрот и будь милостив к нам Господи. Не отвергни нас от лица Твоего и Духа Твоего Святого не от нас. А Тебе слава, благодарение, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и в веки веков. Аминь. Аминь. Просите, что дыхание осталось. Продолжение следует...